Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал JoyWare, с вами снова Джой и прошу вас присоединиться к моему новому приключению в мире Рюмворлда. Я предлагаю ворваться еще разок, но обожаю я эту игрушку, ничего не могу с собой поделать. Я добавил немного модов, если не забуду, добавлю линк на мой Steam профиль, где есть список всех модов. Если забуду, пишите в комментариях, я вам обязательно его скину, мне не сложно. Давайте начнем новое поселение, неприкрытая жестокость, рандомный рэнди, максимальная сложность, проигрывать весело. Загрузка в любой момент. С модами другие варианты очень страшны. Выберем планетку чуть побольше, плевать, пару раз тыркнем на какое-нибудь интересное слово. Плащ-пыльник. Прекрасное, прекрасное зерно, которым мы будем с вами пользоваться. Огромная карта. Я в какой-то момент забыл, что я половину карты заделал, 50%. Огромное количество фракций. Че у нас есть? Черный доминион, империя, западный альянс, партия Хайбиум, южная великая нация, камба, высшая нация Кроуса, артель Тоски. Окей, окей. Желтенькие, фиолетовые и черный доминион наши ребята. Я установил мод, который помогает найти биому по вкусу, так сказать. Чтобы не тыркаться много раз по карте, ты можешь просто сказать, что тебе необходимо, и он подберет подходящие для тебя варианты. А, во, во, смотри, прекрасно. О, и он зелененьким подсвечивает места, куда мы можем приземлиться. Оу, щит. Обожаю этот мод. Называется Prepare Landing. Рекомендую, если не хотите тыркаться по карте в поисках какой-то определенной локации, просто указывайте фильтр, который вам необходим, и попадаете куда нужно. Вот здесь. И мы можем между горами пройти к дороге. Здесь есть желтые ребятишки. Здесь и имперская какая-то штука. Ну, у нас есть две локации. И ни в одной, ни во второй нет пещеры с пауками, что, в общем-то, неплохо. Выберем, где чуть потеплее. 26,9, средняя температура. Круглый год ягоды растут. Гранит и мрамор у нас есть в избытке. И, да, это, пожалуй, то самое место, которое я хочу выбрать. У меня уже есть готовый персонаж. Ульф Уфа Хоффман. С нулем скиллов. Абсолютно. Но с горючим желанием овладеть вообще всеми. Всеми возможностями, всеми скиллами. Я выбрал четыре черты характера, которые мне кажутся наиболее рациональными. Я не уверен насчет каннибализма. Мы все-таки на локации, где пасется много животных. В идеале, я предполагаю, что будет пастись много животных. Рекомендация для тех, кто хочет начать с нулевыми скиллами. Вам необходимо выбрать биографию из детства «Дворовая шпана» и «В зрелости разработчик игр». Для тех, кто хочет похардкорить немножко. Я думаю, что это тот самый персонаж. Некоторые моды я использую впервые. Я не имею ни малейшего представления, как они работают. Типа моды там с блюпринтом, например, или с подписями комнат. Прочее. Это для меня все в новинку. Так что не орите на меня и не психуйте. Я постараюсь как можно скорее разобраться. Предполагалось, что операция будет легкой. Всего час под общим наркозом. Вы чувствовали себя в безопасности. А теперь вы просыпаетесь внутри спасательной капсулы, пробивающейся сквозь плотные слои атмосферы какого-то окраинного мира. Если не брать в расчет странную жижу, покрывающую все ваше тело, на вас абсолютно ничего нет. Без подготовки. Без припасов. Без инструментов. Как выжить? Гаддем. Посмотрим. Есть приземление. Так, давайте посмотрим. Ух, какая огромная, богатая локация. Ну-ка. Ща-ща-ща. У меня столько всяких штук. Температура там. Бьюти. О, господи. Во. Где хорошо садить, где не очень. М-м-м-м-м-м-м. Вот здесь клевое было бы начало, но я не хочу заседать у края карты. Это звучит как достаточно опасное мероприятие. Мы можем засесть прям посередине. Прям вот. Прям вот ворваться. Отгородиться здесь. Здесь. Здесь сделать ограждение. И здесь какой-нибудь киллбокс импровизированный наверху. А здесь у нас очень даже плодородная земля, да? Где-то. Где-то здесь вот 140%. Либо мы можем не привязываться к плодородной земле. Мне еще и интересен момент, есть ли здесь... Да, паровой гейзер. Здесь их целых два. Мы можем начать в этом маленьком... Кусочке. Здесь есть железо как раз. Есть немного камня. Есть морские свинки. На которых можно поохотиться. Что у нас еще интересно? Давайте посмотрим, какие есть животные на карте для начала. Фауна. Полно крыс. Которые с низким уровнем агрессии. Альпаки есть. Обезьяны атакуют. Есть шиншиллы. Здесь в принципе есть на что поохотиться. Есть ягодные кусты. Целых четыре штуки в зоне видимости, кстати. Поэтому можно будет собрать первым делом. Я уберу муди пока. Я думаю, можно не перероливать эту карту. Она достаточно крутая. У нас есть естественная защита. Давайте глянем. Давайте глянем. Какие еще варианты могут нас поджидать. Поджидать. Я бы хотел, чтобы хотя бы частично было перекрытие вокруг. Типа мы в скале находились и подхода не было с одной из сторон. Но похоже, что это без вариантов. Остаемся на этой. Ничего страшного. Здесь мы тоже можем что-нибудь подумать. Что-нибудь порешать. Так. Сколько у нас всяких вариантов есть? Управление. Кремирование. Загрузка. Это мы все пока убираем. Stone cut. Melt. Refine. Отключаем. Художник. Портной. Кузнец. Все отключаем. Садовод оставляем. Quarry отключаем. Drill. Fermier. Harvest. Это мы оставляем пока. Починку отключаем. Охоту тоже. Это мы оставим. Тренировку животных отрубаем. Развлечения. Тюремщик. Надзор. Refuel. Rearm. Тоже отключаем. Добиватель. Тоже отключаем. Пока охоту не подключим. Носильщик плюс. Хирург. Медсестра. Врач. Пациент пожара. Это все оставляем. И включим точную настройку. Это сделаем на 4. Садовод. Это наверное сейчас в приоритете. Мы начнем добывать дерево. И огородимся здесь. В этой маленькой зоне. Шахтер пока не в приоритете. Фермер пусть останется на троечке. Наверное пока сделаем так. Чтобы он собрал... Он? Она? Мужчина. Возраст 30 лет. Чтобы он собрал немного еды для начала. И с этого мы уже начнем. Потом в приоритете будет добыча дерева естественно. И строительство. Деконстракт на 4. Бучер повар 4 пока. Носильщик плюс единица. Отдых единица. Это все можно на единицу. Самолечение мы ему тоже включим. Так. Режим дня. Пока ты можешь развлекаться целый день. А у него нечем развлекаться. Сделаем что угодно. И потом можно будет... Свапнуть. Назначение по одежде. От 51 процента. И так как у него перк кровожадность. То он может носить одежду с убитых противников. Так что это нам только на руку. Диета. Сырая пока. А хотя оставим шикарно. И здесь все доступно. Еще плевать. Наркотики. Пока все снимаем. Снаряжение ничего. Убегать при нападении. Врачебный уход травами. Самолечение включено. Питомцев у нас нет. И прикольный мод с технологиями. Я тоже о нем потом расскажу. Когда начнем заниматься. Есть отдельная вкладка с гостями. Вкладка с фармацевтом. Небольшие травмы без лекарств. Врачебный уход. Кровотечение тоже без лекарств. Заключенных тоже без... Да. Да-да-да. На заключенных мы не будем тратить лекарства. И на гостей. Только если это будет операция. На животных можно. Но я не думаю, что у нас предвидится животное. На операцию самые передовые медикаменты. Наверное, это основная часть, которую я хотел здесь распределить. Теперь можем немного попланировать. А тут как бы нечего особо заморачиваться. Сделаем такую импровизированную штуку. И здесь отгородимся снизу. И этого будет достаточно для начала. Здесь можно будет сделать поинтереснее такую... Такую фигню. Здесь проставить ловушки. И сделать... Двери. Чтобы оно было немного более симметрично. Сразу зафигачу. Нормально. Сек. Типа такого плана. А здесь будет дверь. Да, здесь будут ловушки. Раз, два, три, четыре. Здесь будет дверь. И проход. И этого более чем должно хватить для начала нашего пути. У нас здесь гейзер прям внутри территории. Это очень-очень крутая вещь. Сразу отметим его. Чтобы не забыть про родненького. И... Да, давайте начнем с того, что пусть он наберет немного ягод. Как только он закончит с этой пачкой ягод. Пусть он сложит это куда-нибудь сюда, допустим. Книлья сюда не тащить. Блюда. Да... Трупы животных. Притащат сюда. Да, да, наверное, начнем с этого. Слушай, а он неплохо справился, смотри. Сруби еще вот этот куст и перенеси все ягодки. Ух! У нас есть 26 еды. Так, он начинает скучать. А, это значит, что... Но у нас на один перекус еще пищи хватает. Давайте попробуем... Срубить созревшие... Есть? Реально? Нет ни одного созревшего дерева? Хе. Ладно. А, вот они как помещаются. Ладно. Пусть он срубит все, что здесь есть. И тут у меня есть... Интересная штука с камерой. Мы теперь можем следить за тем, чем он занимается. Уже два в растеневодстве. Отлично. Тепловой удар. Чей его? Падай, падай. 36 на улице. Вообще, на самом деле, жарковато, да. У нас есть немножко дерева, мы можем... Сделать комнату с охлаждением сразу. Пока он сильно не перегрелся. Давай сделаем тебе прям... Прям малюсенькую. Прям мелкую-мелкую комнату. Поставим сюда деревянную дверь. Сделаем тебе кроватку. И температура... Где родимая? Вот она. Охладитель. Так. Дядь, пока... Ну, сейчас похолодает на ночь, но я бы хотел, чтобы он все-таки сделал себе хотя бы... Хотя бы кровать. Че он делает? Так. И теперь мы меняем ему приоритет с... У него садово 2... А, ну, видимо, это дерево просто закончилось из-за того, что он построил кроватку. Тем не менее, 27 на улице. Никакого перегрева быть не может. Да, тепловой удар откатывается. Молодец. Первую ночь мы осилили. Теперь перед тем, как затусить на второй, нам надо поискать немного ягодных кустов. Мы могли бы, в принципе, сделать нож, наверное, и попробовать завалить какую-нибудь шиншиллу. Но без запасных лечебных корней, хотя бы пары штук, я боюсь, что даже один укус может привести к заражению и к смерти. Сразу. Неминуемый. Все, у нас есть маленькая комнатка. Надо отключить автоматическое расширение домашней зоны. Да. Дядь, это все твоя домашняя зона, но... Я моля, будь осторожен. Даже не, наверное... А, не, все нормально, я отделил как надо. Вот эту можно оставить здесь. Красиво. Так, у нас есть еще немножко дерева. Сколько? 80 дерева. Я думаю, можно начать строить теперь стену здесь. Ну, или хотя бы спроектировать ее сюда. Пам-пам. Пам-пам. И дверь вот здесь, здесь, здесь. Опять тепловой удар. Господи, дядь, держись. Мы ничего не можем поделать с этой температурой, нам будет жарко, безумно. Но при плохом, при плохой ситуации теплового удара мы можем засылать его обратно в дом. Но пока мне необходимо, чтобы ты строил. Будем стараться мониторить. О, это будет сложнее, чем я думал. Я рассчитывал взять просто теплую локацию. А тут оказалась жара вообще. А, и как раз наступает ночь, и он не успел перегреться до 10%. И сейчас начнет остывать. Нам бы шапку на самом деле. Шапку, кепку, маску, что угодно. Что угодно. Я, наверное, переставлю это сюда. Как-то я просчитался с расположением и сделаем здесь стену. Голод. Теперь ты фермерством занимаешься. Так, а я же тебе выделял ягоду здесь. Да? Ягодные кусты. Я... я не это хочу сделать. Я бы хотел, чтобы ты побольше добыл ягодных кустов. Но, допустим, ладно. Ты проснешься, и после этого мы займемся. А, здесь есть интересная менюшка. Она подсвечивает, что можно собирать. Группа путешественников приходит. А вы где, друзья? Ну-ка. Они мимо прям? Мимо-мимо? Если они пройдут рядом, мы можем их использовать. Мы можем нагреть альпак, допустим. И... Они вместе с нами, с ними повоюют. Не, не, они просто мимо пробегают. Ну, ладно. Кровать, кстати, нормальную собрал. Ничего себе. Так, следующий день у нас должен быть завязан на том, что нам все-таки надо добыть немного ягоды. Смотри, обезьянки бегают. Ё-моё, ты посмотри, какие они... непонятные. Нам нужно добыть ягоды. Ты же медитируешь. Блин, ты молодец. Давай ты все-таки соберешь ягоды. Почему он рубит дерево, а не собирает ягоды? Сажает семена растений. Я... Подожди, не, не, не. Харвест, это что, что надо. Так, дядь, ты меня огорчаешь своим поведением? Твой приоритет должен быть сейчас сбор ягод. И? Урожай с растений, а фермеры это наоборот рубка деревьев, да? Нет? Он все равно делает то, что он хочет. Как ты меня бесишь. Ты можешь не рубить дерево? Он прям кайфует. Ладно, пусть он срубит еще одно дерево. Здесь я сейчас отменю. Отменим вот эти. Отменим эти. Все, это последнее дерево? Ты что, издеваешься? Тема, лев, собери еду. Хоть чуть-чуть. 12. Наверное, на еще один перекус хватит. Он еще идет собирать? Да. И потом перенеси вот это. Отлично. Сейчас бы можно было в чем-нибудь посадить, и за несколько дней выросло бы. На самом деле. Может быть так и сделать? Что, здесь совсем плохая земля, да? Ну, говеха, да. Вот здесь, конечно, получше участок. Но 100% это же не самое плохое, что может быть. Давайте засадим здесь. Типа, 5 на 5, участочек. И еще один 5. Зараза. Я другое хотел сделать. Я хотел сделать 2. Так, допустим, здесь мы зафигачим. Пускай рис растет. А здесь будет, например, например, кукуруза. Дядь, ты же не спишь, да, еще? Ты молишься? Я скажу, тебе, как же, не поможет. Но нет, ты молодец. Я, конечно, тобой горжусь. Ты помолись. Засади, пожалуйста, всю эту байду. Хотя бы чуть-чуть. Не настолько чуть-чуть. Ну, ладно, ладно. Нам надо построить вторую стену. Вторую стену, да. 100%. На этом дне надо строить. Наверное, вот это можно убрать. О, он все-таки садится. 8%. 8,3. 9,5. Достаточно быстро растет, но, скорее всего, уйдет. Пара ночей точно может. Ночи 4-5. О, дядь, здесь еще есть немножко ягод. Блин, ну, красиво. Красиво. И мы можем срубить внутри деревья сейчас. Ох, уж этот микроменеджмент. Обожаю. Сколько у нас? 111,4. Этого должно хватить, чтобы отгородиться стеной. 155 уйдет. Слушай, красиво. Красиво. И здесь мы сделаем выход, допустим, прям по серединочке. Почему ты именно из всего и именно начал с двери, которая сложнее всего строится? Это нас спасет хотя бы от диких животных на данный момент. У тебя какие-то сложности со строительством одной двери, дядь? Ты что, издеваешься? Вообще неплохо, да. Любой дикий зверь, он агрится там на протяжении какого-то небольшого промежутка времени. И если не достигает человеческой плоти, он просто дропает эту затею. И вот это то, на чем мы можем рассчитывать. Потому что, ну как бы, два в строительстве, четыре растеневодства. Да, да уж. Дядь, я все же хочу, чтобы ты эту стену закончил. Да ты издеваешься, да ты издеваешься. Слушай, он издевается, он все построил. Отлично. И мы здесь можем тоже построить такую фигню. И у него должно быть... Даст... Так, может... Может ты соберешь... Еды себе? Как тебе предложение? Ты же, наверное, кушать хочешь, да? Давай вот это сделаешь. Срубить, срубить, срубить. И перенести. Найс. А и что у него по уровню? О! Умелый новичок. Мы теперь можем здесь поставить ловушки. Хотя бы пару штук для начала. Защита. Смы... А, у меня... У меня просто нет дерева. 45 древесин надо. Ну, кстати, заморочился с ягодой. Это очень-очень круто. Давай еще вот этот кус собери. Ай, ты хорош. Ай, ты дядька, молодец. Как у нас по росту? 30 процентов. Еще пару ночей пережить. Продержаться. И вообще красиво будет. Да, вот эти срубишь. Пару деревьев и вот здесь. Точно. Иногда ему надо спать. Безусловно. Однозначно. Я с этим не могу поспорить. Защита. Допустим, три вот этих штучки мы можем поставить. Офигенно. И когда они будут выставлены, мы сможем открыть и держать открытой вот эту дверь. И все будет неплохо. Меня пугает то, что это все, конечно же, построено из дерева. Это очень плохая идея. Честно. Из дерева. Очень плохая идея. Так, давай ты сперва срубишь. А потом будешь таскать. Как тебе предложение. У него странный какой-то график. Опа. Ё-моё. Сашико. Самка-полярная волчица. Она истечет через 4 часа. У нас нет никаких хилок, чтобы ее спасти. О, нет. О, нет. Блин. Волчица. Полярная волчица. Это очень круто. Она могла помогать в переноске. Но мы не успеем ее спасти. Во-первых, это очень далеко. Он... Наш персонаж безумно медленно передвигается. У него уровень медицины 0. То есть он будет очень медленно ее хилить. Все, что мы можем сделать... Это... Прекратить ее мучения. Перенести ее. И... Употребить. А, она выжила! О! Ну, она умрет в любом случае. Как бы... Не так много вариантов. Тут не так много вариантов. Потому что кровотечение само собой не затягивается. Как бы вы... Сами понимаете. Люди взрослые, в конце концов. Сделаем здесь... Импровизированную комнатку, в которой мы будем разделывать. Это все временно. Но нет ничего... Более постоянного, чем временное. Я точно могу сказать. Так, производство. Место для разделки туш. Ты гуляешь, да? Все, хорошо время проводишь. Да, молодец. У нас есть уже одна ловушка. Это же... Это же очень хороший результат. Господи, ты построишь ее или нет? Испортится через 2,2 дня. Дядь, меня огорчает твоя тактика ходить. По одному это все таскать. Ты же можешь кучей носить. Типа, камон. Ну, алло. Ну, ты ж... Ну, ты... О, чёрт. Очень жаль. Очень жаль. Че, нас там по скиллам? Мы уже продвинулись. Три по строительству, растеневодство, 5. О, да. Почему ты убираешься? А, наверное, здесь рядом нет деревьев, которые можно срубить. Однозначно, что-то новое выросло. Да, вот здесь есть варианты. Здесь есть пара деревьев. И вот здесь. О, он все равно продолжает использовать свою остроту по срубанию одного дерева за раз. Ну вот, другое дело. Все, смотри, у нас есть комната для разделки. И мы зафигачим туши бесконечно. Положить на пол. Свежие туши животных. И примерно в домашней зоне, чтобы это было. И, наверное, здесь можно заделать охладитель. Это не очень сильно поможет, но мне будет спокойнее от того, что у нас есть эта штука в комнате. Так, нам нужно назначить его на работу на... А, у меня есть бутчеринг и поваринг. Ух ты. Ничего себе. А что у них есть? Шляпа-котелок из кожи. Чертеж, нейронные вычисления. Эта штука, наверное, стоит до хрена бабок. Две тысячи. Охренеть. Ну я точно не смогу убить слонов. Как ни крути. Это чертеж, относящийся к технологии нейронные вычисления. Чертежи могут представлять собой как обрывки бумаг, исписанные формулами и графиками, так и продвинутые автономные машины для обучения. Шляпа-котелок сейчас бы пригодилась. Изоляция, тепло, 6,4. И социальное влияние, плюс 15. Ну я точно не смогу убить слонов. Однозначно. Однозначно. Они просто меня уничтожат. Сильное недовольство. Ну, извини, дядь, но как бы... Так... Так случилось. А, он съел мясо еще это? А, нет. У нас еще есть десяточка мяса. Вот. А теперь, когда ему не нужно строить, он нормально рубит дерево в огромном количестве. Так. У нас есть немного защиты. У нас на данный момент нет никакой еды. Вот это да. И еще я предлагаю сделать... маленький стол и табурет для того, чтобы можно было обедать. Я понимаю, что это расточительство жрать сырое мясо и выгоднее его готовить. Потому что оно больше пополняет... убивает чувство голода, условно, скажем так. Скажем так. Но сейчас мы не располагаем свободным временем. Кстати, тут... немного ягод созрело. У нас огромное количество железа здесь. Здесь целое жило. Здесь... Мне кажется, вот это вообще насквозь сюда идет. Что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Стена из гранита. Их можно разобрать. Колонны из стали. Халявное железо. Ну, кстати, еще один кусок железа. Еще железо. Детали есть. Еще детали. Еще железо. Еще железо. Детали рядом. Тут еще железо и еще детали. У нас достаточно неплохо здесь все по ресурсам. И все очень-очень близко находится. Мне нравится вот это скопление кустов. И они практически все созревшие. И еще... У нас практически созрел рис. Кукурузы нет. Но рис уже на месте присутствует. О, у нас есть стол и стул. Плохой стол. Так, а где ребята проходят? А вот они. А нет, это габанчики. А где ребята? Вот это? А вот они. Просто гуляют. Ну ладно. Так. Джо, а давай мы поменяем немного приоритет, чтобы ты... Вот бы это была раздельная штука. Чтобы он отдельно распознавал рубку дерева и добычу ягод, допустим, в питании. Наверное, это... Так и есть. Я просто не шарю. Так, давайте берем здесь добычу дерева. Так. Ты идешь добывать ягоды, да? Да, хорош. Он очень плохо проводит время. Сильно недоедание. Так иди добудь себе еду. Камон, дядь, ты че? Как будто первый день выживаешь вообще. Ты вообще-то профессиональный выживальщик, ага. И у тебя тут миллион еды уже выросло. И у тебя еще прибавятся к этой еде, я тебе так скажу. Вот, 112. Тебе че не нравится? Можно, кстати, 14 дней. 14 дней ягоды могут тусить на улице. И рис почти вырос. Нам бы что-нибудь типа холодильника задумать бы. Но, наверное... Мы займемся этим в следующей части. Я постараюсь делать эти эпизоды немножко покороче. Часовая длина это все-таки... Это сильно. Это прям эпик. Я верю, что часовой видос действительно тяжело смотреть. Спасибо большое за то, что присоединились к моим приключениям в мире и Рим Волд. Я надеюсь, у нашего персонажа уфы. Все будет неплохо. Но у нас есть еда, у нас есть немного ресурсов. И в следующей части мы можем заняться тем, что... Начнем обрабатывать камень. Поменяем стены на каменные. Начнем добывать железо. И замутим себе немного электроэнергии. А в связи с этим мы сможем сделать себе холодильник. Не зависеть от температуры погодной. И... Возможно, даже высадим немного хлопка и замутим своему персонажу одежды. Уфа отправляется отдыхать. Я тоже отправляюсь отдыхать. Чего и вам желаю. Ребята, хорошо проведите время. Увидимся совсем скоро. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Ставьте лайки. Это очень помогает в продвижении канала. И ваши комментарии, как всегда, все читают. И очень им рад. Под этим видео оставляйте. Еще раз огромное спасибо. С вами был Джо. Специально для канала JoyWire. Всего хорошего, ребята. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.